Елочка гори. В Нинецком округе зажгли огни на главной новогодней красавице. Нарьинмарцы и гости города приняли участие в интерактивном театрализованном представлении, которое подготовил коллектив ДК «Арктика». Водили хороводы, пели новогодние песни. Вместе с ними праздничным настроением заряжалась и наша съемочная группа. Ольга Русул продолжит. До начала считанные минуты, и пока представление на сцене не началось, детвора с удовольствием рассекают на надувных ватрушках с горки. А взрослые заряжаются атмосферой праздника, поднимают новогоднее настроение. На данный момент, конечно, еще не ощущается ощущение, чувство праздника. Возможно, после того, как мы увидим, что у нас уже елка загорелась огонечками, поднимется настроение. Но на данный момент пока никак. А еще загадывают желание, чтобы следующий год был непременно лучше, чем уходящий. Чтобы, наверное, было все хорошо. Чтобы все-таки прошел этот коронавирус, закончилось все, и все стало как обычно. И все больше вроде. Здоровья! Что больше еще просить? А вот у кого новогоднее настроение не зависит от эпидемиологической обстановки и политики, дети, они уже успели написать письма Деду Морозу и теперь ждут подарков. Полина, а что ты Деду Морозу написала письмо уже? Нет. Не написала? Нет, еще. А что ты хочешь просить в письме? По прыгушку. А что это такое? Надо держаться за ручки и прыгать на ней. Ребята, вы просили? Нет, кажется, нет. Я да. Ты уже написала письмо? Ну вот, а я еще пока не знаю об этом. Я написала письмо Деду Морозу и попросила PlayStation. Думаешь, он тебе принесет? Да. Ты писала, что Деду Морозу? Да. Чего написала? Чтоб он принес подарок. А какой подарок? Не помню. Я попросила подушку новую. Я очень люблю рисковать, поэтому я маркер новая. Подаречек там, лего-тупла и еще там подарок. А представители регионального отделения Всемирного фонда дикой природы подарили ледяную скульптуру моржа Матвея с заповедного острова Матвеев. В заповеднике Ненецке находится самое крупное лежбище. Это подарок горожанам ко дню моржа и Новому году. Мы не могли провести массовое народное гуляние, но тем не менее захотели, чтобы каждый человек помнил о моржах. И был такой приятный небольшой сюрприз для горожан, для жителей округа. Вот и решили сделать такую скульптуру. Идейные вдохновители создания моржа Матвея – мастера Виктора Николая Вылка. Единственная трудность – из-за теплой погоды лед на озере, откуда брали материал для скульптуры, был недостаточно прочным. И только в декабре достиг необходимой плотности. Были ребята, которые мне помогали и изготавливать лед, и установить монументы. А вырезать – это уже тело техники. Главное, в хороших руках все получится. Это реже замечательно, погода хорошая, лед как по маслу. Вообще труда ничего не составило. Тем временем на сцене началось представление, которое подготовил для горожан коллектив Дома культуры Арктика. И вот кульминационный момент. Раз, два, три, желчка, хори! Всех присутствующих с наступающим Новым годом поздравил губернатор Ненинского автономного округа. Юрий Бездудный отметил, что пришла пора готовиться к празднику, завершать важные дела и окрашать дома. Хотел пожелать, чтобы поскорее побороли эту заразу, коронавирус. Вот что я хотел. Потому что даже сегодня этот праздник проходит с соблюдением всех мер безопасности. Вот у меня маска специальная. То есть хотелось бы, чтобы наконец мы стали жить без этих всех ограничений. Простое желание человеческое. Я думаю, вот все наши жители разделяют. Не только города, округа, страны, да во всем мире этого хотят. Главная окружная елка засияла огнями. Официально новогоднее настроение объявляется поднятым. Всем не грустить, наряжать елки, украшать дома. И Дедушка Мороз обещает подарки всем и каждому. Желаю в Новом году всем наринмарцам крепкого здоровья, счастья, благополучия. И чтобы коронавирус оставил нас в покое. С наступающим Новым годом! На площади Марацей в ночь с 31 декабря на 1 января пройдет празднование наступления Нового года. И 7 января рождественские гуляния. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север.